Привет! Сегодня мы разговариваем про интересную тему формат фигуры. Здесь вы можете спокойно дома делать разные эксперименты с форматой фигуры. Сейчас покажу основные. Мы создаем один слайд с вами, любой, да? Даже убираю лишнее тут, например. В этой слайде нужно будет подгрузить какую-нибудь картинку. Давайте подгрузим стоковое изображение, какое-нибудь красивое. Например, вот эту женщину. Нажимаем вставить. Идет загрузка рисунка. Извисимость интернета будет либо быстрее, либо медленнее. У меня подгружаться медленно сегодня. Картинка у нас подгрузилась. Сейчас вы добавляете сюда вставка иллюстрации. Выбираем фигуру. Выбирайте любой значок, в форме которой вы уже хотите, чтобы у вас получился итоговый результат. Например, в качестве овала. Вот сейчас я его так вот сделаю. Видите? Выделила. Перемести туда или сюда. Теперь выделяю изображение нижнее. Нажимаю клавишу КТРЛ и выделяю овал. Видите, у меня одновременно две фигуры выделены. После этого обращаюсь в формат фигуры. И смотрите, можно их перейти на пересечение. И вот там, где фигуры пересеклись, у нас это сохраняется. Смотрите, как замечательный вариант у нас получился. Вот. Красиво получилось, да? Еще раз показываю. Например, вставка мы с вами загрузим сюда. Теперь уже рисунок с вашего рабочего стола компьютера, например. Вот эту картинку. Добавим сюда вставка фигуры. Давайте треугольник. Так, сделаем несколько треугольников. КТРЛ, Си, КТРЛ, Ви, КТРЛ, Ви. Теперь меняю размеры. Это все на ваше усмотрение. Что вы посчитаете нужным. Еще раз копирую и вставляю. После этого, что я делаю? Выделяю нижний фон, зажимаю клавишу КТРЛ и выделяю те фигуры, которые у меня здесь выделены. Обращаю формат фигуры, перехожу сюда, нажимаю пересечение. У меня все пропало. Такое вполне возможно. Это вполне может быть. Вот. Когда я нажимаю пересечение, у меня все исчезает. Хорошо. Тогда можно сделать, смотрите, вычитание. Тогда фрагменты исчезают. Их можно группировать. Они объединяются. И можно так же объединить, но это просто-напросто сливается. Тогда уберем несколько ненужных. Например, вот эту фигуру, вот эту. Так. А эти попробуем. Хотя бы две. Снова формат фигуры. И на пересечение. Нет. У меня каждый раз она исчезает, эта фигура. Тогда я просто уберу лишнее. Так. Снова выделяю. Формат фигуры. И пересечение. Смотрите, вот что у меня получилось. Вот. Так можно различные игры делать, тренажеры. Либо оформить дизайн вашей презентации. А что будет, если мы с вами загрузим сюда значок, например. Можно ли его сделать? Это используя вставка, иллюстрации. И выбирайте значок, который вы хотите подгрузить. Сейчас я добавлю сюда какое-нибудь из нового изображения. Из стоковых. И попробую сделать так, чтобы оно вписалось в карту. Выберем тему, например, креативность. Это по вашему желанию. Хотя лучше, наверное, живая природа. Больше подходит по теме. Так. Вот, например, вот этот тигр. Вставить. Не дает работать одновременно с двумя объектами, пока идет загрузка. Хорошо. Подождем, когда загрузится. Как только картинка у нас подгрузилась, делаем чуть-чуть размер поменьше. Ее лучше на задний фон, на задний план переместить. Она у нас должна быть под карты. Вот, смотрите, сейчас я выделяю иллюстрат. Вот эту удалю. Выделяю тигра. Нажимаю клавишу КТРЛ. Выделяю Африку материк. Перехожу в формат фигуры. Так, еще раз. А вот здесь у нас уже не получается вот этого. Здесь уже нет того, чтобы можно было сделать. Так, если такая проблема возникает, что вот у нас мы не можем этого сделать. Что мы с вами делаем? Мы просто с вами тогда преобразовываем вот этот значок в фигуру. Все. После того, как значок переместился в фигуру, мы повторяем те же самые действия. Выделяем нижнюю картинку, нажимаем клавишу КТРЛ, выделяем материк, переходим в формат фигуры. И после этого мы уже можем делать пересечения. Все. Смотрите, как замечательно получилось. Вот это можно удалить или потом сгруппировать просто объект и использовать. Вот этот вариант. Теперь снова, например, мы используем с вами вставку, значки. И здесь, то есть со значками мы уже поработали с вами, у нас есть еще наклейки. Давайте используем наклейку пчелок и сразу добавим с вами изображение, которое будем использовать. Например, вот это. Нажимаем вставить. Подождем, пока загрузятся рисунки. Они небольших размеров, подгружаются очень быстро. Так, уменьшаем в размерах. Так, теперь следующее, что мы делаем. Нам нужно будет преобразовать вот эту фигуру. Но вот смотрите, когда мы нажимаем с вами, мы не можем их преобразовать. Вот формат фигуры. То есть нам такое уже не позволяет. К сожалению, сделать то, что нам бы хотелось с вами. Даже если мы попытаемся нижнее объединить формат фигуры, нам не дает просто вот это сделать. То есть мы сейчас с вами наглядно увидели, что такое, к сожалению, делать нельзя. У нас просто с наклейками не получается. Преобразовать, к сожалению, это невозможно. Но здесь можно использовать различные художественные элементы. Посмотрите, как красиво можно оформить. Вот. То есть при необходимости вы можете изменить структуру рисунка. И если нужно, здесь настраиваются, видите, насыщенность цвета, оттенки цветов. Можно перекрасить всегда. Помимо этого художественные эффекты. Вот то же самое, что здесь мы с вами смотрели. Можно использовать и прозрачность. Смотрите, если нужно. Сейчас покажу, как можно сгруппировать эти два объекта, чтобы они всегда перемещались вместе и не менялись в размерах. Либо менялись, но вместе. Выделяем эти обе картинки с помощью клавишки ТРЛ. И переходим вот сюда. Видите? Сгруппировать. Группировка. Нажимаем сгруппировать. Теперь это у нас один рисунок. И когда мы меняем размер, положение, они вместе у нас меняются. Тоже очень удобно использовать. Пробуйте, дерзайте. Используйте различные форматы фигур. Экспериментируйте. У вас будут, я уверена, будут множество удачных решений. Главная практика. Продолжение следует.